Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас последняя глава первого тома науки логики, в которой мы сделаем последний шаг по переходу от абстрактного бытия, которое отражается в нашем сознании, до реально существующих сущностей из окружающего мира. Становление сущности. Рассматривая бытие, мы говорили об образе в нашем мышлении, у которого нет какого-либо рода определенности, но стоит к бытию применить отрицание и сравнить его через меру, как в качестве результата получаем становление сущности. Грубо говоря, мы весь первый том говорили о нарисованных на слайдах яблоках. Сначала мы рисовали только контур, пустой изнутри, потом наполнили его цветом, когда дошли до категории характер. Но все эти рисунки и фотографии остались лишь изображением на вашем экране, то есть проекцией реально существующих плодов деревьев на плоскость. Теперь же мы должны выйти за рамки плоскости и попасть в реальный мир. Достичь этого можно только при помощи отрицания рисунка и наполнения его до полной меры соответствия настоящему фрукту. Индифференция или неразличимость. Индифференция приобретается через отрицание собственного бытия и соотношение к иному, ведь тем самым мы описываем наше бытие и переводим его из абстракции и бытия для себя, в состояние существования и бытия для иного. Весь первый том мы изучали яблоко, смотрели откуда оно появилось, то бишь рассматривали моменты его становления, смотрели во что и как яблоко перерождается, то есть рассматривали моменты его прихождения. Описывали яблоко при помощи качественных, количественных характеристик, сравнивали его при помощи категории мера. Сравнивали яблоки между собой и с другими фруктами, и с каждой новой манипуляцией над несчастным тыблоком она все больше и больше походила на реально существующий фрукт. С перечислением не только всех характеристик, в котором он находится, но еще и с указанием точного количества его составляющих частей. Когда мы сводим две стороны разных качеств и разных количеств, то получаем нечто новое, ведь количественная различность обоих сторон продолжается теперь друг в друге, и они получаются неразличимым в своем единстве. То есть одно целое состоит из разных нечто, которые описывают наше основное бытие как сущность. Переводя на яблоки, когда мы складываем вместе несколько семян и добавляем к ним определенное количество мякоти, затем обтягиваем шкуркой с необходимой площадью покрытия и втыкаем все это дело в плодоножку, перед нами предстает одно сущие яблоко, в котором уже неразличимы все его составляющие. Отдельные элементы скрыты от взора наблюдателя, который видит на лицо только фрукт, и этот фрукт не мыслим без одной из необходимых составных частей. Сущность. И чтобы не зацикливаться на яблоках, пошли мы как обычно на базар, и что там видим? Лежат мандарины, одни обычные, а другие без косточек. Внешне они одинаковы, и мы вынуждены верить продавцу на слово, что в первом множестве входят сущности с наличием косточек внутри, а второе множество без косточек изнутри. Итого, у нас налицо разные сущности, которые внешне вполне одинаковы, но состоят из разных видов молекул, образующих единая целость с определенным количеством клеток. При этом количество неотделимо от самой сути мандарина, ведь косточки изначально не существуют в некоторых сортах цитрусовых и вовсе не потому, что их оттуда кто-то выковырил. Спасибо за внимание.